Друзья, всем большой привет! С вами Аня Bookspace. В эфире у нас сегодня гора книжных покупок и подарков от друзей на Новый год. Меня реально завалили книгами, и после этого видео у меня еще будет дополнительный челлендж их расположить на книжных полках. Как-нибудь. Потому что книг у меня на сегодня 16. На самом деле это много, потому что полки у меня и так битком, но я попробовала что-нибудь с этим сделать. Кстати, в основном это опять же прошлогодние либо покупки, либо подарки. В этом году было куплено всего лишь две книги пока. Надо же, на рекорд иду. На самом деле я очень благодарна друзьям, они меня буквально утопили в крутецких книжных подарках. Покажу вам их всех сегодня. Большинство из них, я полагаю, что в этом году я буду все-таки читать. Многие из них даже, возможно, в формате живого чтения. Поехали. Первая книга, которую я вам покажу, это Хлоя Уолл зацепить 13-го. Я в декабре была на книжном мероприятии и чуть ближе познакомилась с таким понятием, как spicy talk и как спорт романс. Бабушка пошла на книжные мероприятия, узнавая, что там у молодежи нынче модно. Ага. Я узнала, что нынче очень популярно в тиктоке, опять же на зарубежном буктюбе, книге в жанре, скажем так, романтики, около спорта. Стало быть, один из героев, скорее всего, увлечен спортом, играет в команде, хоккейной, футбольной, ну и так далее. Мне на ум в первую очередь приходит фильм «Она мужчина», я делаю даже подборку в телеге условно-глупых комедий, которые мне дико нравятся. Как раз-таки в этом фильме девушка, которая собралась заменять брата в его колледже, чтобы играть в футбол, потому что ее команду женскую расформировали. Стало бы, там тоже была такая романтика, но около футбола. Но при этом фильм сам, это комедия, и здесь же, скорее всего, комедии я не увижу. Судя по отзывам, судя по анонтации, это то еще стеклище. Здесь главная героиня Шаннен, она жертва школьного буллинга, и хуже того еще и домашнего насилия, поэтому жизнь у нее совершенно не сладкая. В то время как у Джонни все на мази, он сын богатых, влиятельных родителей, у него все прекрасно в спорте, в школе им восхищаются, ну и так далее. Он привык к вниманию и восхищению, она же пытается стать невидимкой в школе. Максимально разный характер, и один несчастный, или по аннотации, возможно, счастливый случай, их сталкивает вместе. Стало бы, теперь они каким-то образом связаны, и будем смотреть за их развитием отношений. Я бы такое нынче почитала определенно, и между прочим, у книги и на Лайфлибе, и на Гудридсе весьма высокие оценки. Выглядит прикольно. Так что книга нынче на большой волне, и купить ее можно в Читай-городе, на сайте, в приложении и в розничном магазине, само собой. Книгу доставят вам в любой уголок России, в ближайшем магазине Читай-города или в пункт выдачи. Если вы заказываете книгу прямо в магазин, ее доставят вам бесплатно. И обращу внимание всех заинтересованных, что эта книга – это целая серия, и уже доступный при заказ второй части удержать тринадцатого. Как развивались отношения Шеннон и Джонни уже во второй части. И если вы также, как и я, заинтересованы аннотацией этой книги и планируете ее читать в ближайшее время, то купить ее можно, опять же, эксклюзивно в Читай-городе. И для зрителей моего канала действует приятная скидка. Промокод BookSpace подарит вам скидку в 25% на эту книгу и, в принципе, на любые другие, за маленьким списком исключений. Промокод работает до 7 февраля со скидками и аксами. Он не суммируется, но в корзинке будет действовать большая скидка, поэтому ей смысл затариться всем, что вы уже планировали купить в этом январе. Так что все ссылочки на книгу, на предзаказ, все пароли, явки и промокод, оставляю вам в вебобоксе к этому ролику на интернет-магазин Читай-город. Чекайте обязательно, и приятно, друзья, вам книжных покупок. Между прочим, по поводу книги, она очень здорово оформлена. Круто, что Азбука выбрали зарубежное как раз-таки оформление, выглядит классно. Я раньше очень как-то неприятно относилась к книгам в мягкой обложке, а нынче они меня очень даже очаровывают. Не знаю почему, возможно, форматом, потому что книга большая по формату, потому что у нее мягкая обложка, и она очень легко раскрывается. Это вот прям реально приятно для читателя. Чему я еще удивилась, когда книгу, в принципе, собиралась мук на самовывоза, это то, что у нее весьма-весьма плотная посадка текста, и она крупная, в ней 700 страниц. Стало быть, это как бы, ну, немаленькая история, или, видимо, в ней будет очень много нюансов разных. Стекольный заводик нам все-таки подвезут, и это мне реально больше напоминает не ром-комы из нулевых, да, а конкретно почему-то Медвежий угол. Чувствую, что как бы здесь драма будет прям такая весоменькая. Кто уже читал, смело пишите в комментариях, только, пожалуйста, без спойлеров, друзья. Дальше, друзья, обратила я внимание на одну остросюжетную новинку. Уж больно мне показалась странной, даже противоречивой ее аннотация, поэтому я и купилась. Книга коротенькая, в ней 315 страниц. Это искупление, но не Махьюин, а автор Каная Мината. И, скорее всего, я после этого видео отложу ее на полочку ближайшего прочтения, потому что, опять же, книга коротенькая, а мое нынешнее новогоднее обещание в том, что я постараюсь в ближайшее время брать короткие книги, что они у меня долго, как бы, ну, не пылились. По аннотации здесь, пятеро школьниц, опять же, дело происходит в Японии, играли в волейбол около школьного бассейна. Какой-то мужчина подошел к ним и попросил помочь ему там разобраться с вентиляцией. Забрал одну девочку, остальные остались играть. Когда они спорхватились, что как бы подруги уже давно нет, они за ней кинулись, обнаружили ее мертвое тело, а мужчину, собственно говоря, и след простыл. Далее, ни одна из них при допросах не смогла припомнить, как именно выглядел этот мужчина, поэтому мать погибшей девочки нереально обозлилась на эту маленькую компанию и даже им пригрозила. Дескать, если вы этого убийцу не найдете или каким-то образом не искупите свою вину, то я сделаю вашу жизнь кошмаром. Именно в этом для меня главное какое-то моральное противоречие, аннотация. С одной стороны, можно понять, мать, да, у нее убита дочь из-за какой-то безалаберности, и школы самой, да, почему там девочки оказались одни, какой-то мужчина проник в школу, кто-то такой был, непонятно, это раз, да. Но с другой стороны, все-таки это дети, подростки, школьники, и не все подростки могут так же логически и моментально мыслить, как взрослые люди, да, как бы не все взрослые могут. Почему именно подростки часто бывают жертвами вот таких вот ситуаций? Потому что ты впадаешь в какой-то ступор и не можешь как-то моментально реагировать на это. Словом, аннотация меня реально очень заинтересовала. Почему мать решила сделать кошмаром жизнь именно этих подруг, которые просто не поняли, что какая-то опасность грозит их подруге, я не знаю. Мне очень любопытно, как автор такой сюжетный твист, такой узел разрулит, я даже не представляю, какой именно она мораль даст по итогу книги. Словом, посмотрим. И, между прочим, интересный блёрп у нас здесь на обложке книги, что это японская Гиллиан Флинн, пишет Лос-Анджелес Таймс. Вот это да, интересненько, почитаю, расскажу. И ещё к слову о том, что книга весьма короткая, у неё достаточно разряжённая посадка текста, и видите, текста не слишком много на 300-то страниц, так что постараюсь взять на ближайшее время. Теперь я человек простой, я вижу Рутисини, я вижу его новинку, я его беру, мне любопытно. Это у нас сборник о муравьях и динозавров. В книге у нас находится, получается, роман о муравьях и динозаврах и ещё песнь китайскую. Я помню, это уже сборник повестей. Песня кита, да, это рассказы автора в разные годы. Но меня больше всего заинтересовала именно аннотация романа о муравьях и динозаврах. Великие империи динозавров и муравьёв живут вместе. Действуя сообща, они достигли больших успехов, но, несмотря на это, различия между ними всё-таки слишком велики. Сможет ли их союз уцелеть и развиться в нечто более крутое научное, либо слишком уж велика эта межводовая разница, и приведёт ли она к упадку этих двух миров? Мой внутренний, очень любознательный ребёнок буквально орёт, как это работает, и я хочу на это посмотреть. Конечно, аннотация будет прям реально цепляющая. Разумеется, мне тут же вспомнилась книга «Дети времени» Адриана Чайковска, только там у нас была цивилизация пауков, и это было просто отвал всего. Невероятно интересно. Поэтому надеюсь, что здесь будет не хуже. Единственный момент, который я почерпнула из отзывов «Пахсика поверхностно», это то, что это даже не роман, это скорее притча от автора. Я надеюсь, что там не будет слишком большой такой-то морально-санатарской составляющей, что это будет прежде всего какое-то увлекательное фантастическое чтение. Понятное дело, скорее всего, это алюзия на современную реальность, это и так понятно. Мне просто любопытно, как автор настроит своё фан-допущение вот в таком сеттинге, как, в принципе, вот такие вот маленькие муравьи могли бы с динозаврами, ну, как бы даже вот не показать, вместе существовать. Успешно, развивая науку и не только. Блин, круто. Читаю обязательно. Это у меня были покупки декабря, теперь покупки января. Всего лишь две книги, но особенно желаемые. Одну купила я сразу же после прочтения первой части, другую я заказывала ещё, ещё в марте, на самом деле, очень давно. Итак, первая моя купленная книга была вторая часть «Графа Аверина. Императорский див». Я пока что вам даже не рассказывала про первую часть «Графа Аверина», скоро появится у меня в прочитанном обязательно, но, опять же, тон моего отзыва, скорее всего, вы уже понимаете, что я даже купила себе тут же вторую часть. У меня, конечно, есть пара вопросов, таких, знаете, немножко донёбистых первой книги, но, тем не менее, если коротко, это было вот прям супер увлекательно. Я читала до утра, на самом деле, первую часть, не хотела от неё отрываться. И я удивилась, что вторая часть, она прям поменьше, чем первая страница, это так на 150. В первой части у нас три дела, во второй части вроде как два дела, либо одно большое, разделённое на две части. Это прямое продолжение первой части про приключения, опять же, «Графа Аверина» и «Кузьмы». Кузьма, конечно, я вижу по отзывам прям покоритель сердец, тысячами их покоряет, и я понимаю, почему. И самое забавное в том, что, как бы, «Граф Аверин» толком никому не нравится, точнее, я просто не слышу овации в его сторону в отзывах, а он там у нас здесь главный герой. Я просто реально не видела ни одного отзыва, где бы восхищались и очаровывались именно Гермесом Аверинным. Всем нравится Кузя, и мне нравится Кузя. И в прочитанном я объясню, почему это работает для читателя. Не потому, что он очаровательный котик, там есть нечто большее. Об этом, опять же, в отзыве. Вторая часть также здорово оформлена, у неё чудесные художественные фортецы с иллюстрациями, даже двойными иллюстрациями, очень красиво. Мои, говорится, овации оформлителю, это реально суперклассно. Мне вот не хочется одним пальчиком прямо влезать в прочитанное, но, тем не менее, я попытаюсь объяснить, почему мне так любопытен этот мир. Он, вроде бы, простой, но при этом он работает. Есть какие-то точки невозврата, есть какие-то условные опасности для колдунов и, в принципе, людей в этом мире. Есть какая-то механика взаимодействия дивов и колдунов. Дивы здесь, по факту, демоны, которые живут в пустоши, в другом измерении, и которые привязываются определенными заклинаниями и даже кровью к своим колдунам. Но при этом малейшая оплошность колдуна и его див, почувствовав кровь, его сожрет просто. Лично мне этот стратик напоминает Амалеса Марканда, Страуда, конкретно трилогию Бортимиуса. Вообще один в один в плане, ну, взаимодействия волшебников и потусторонних сил. Здесь же это как будто бы лично мне ближе и интереснее читать. Да, возможно, мир слишком простенький, но лично мне такой фан допущения очень даже нравится. Это реально, ну, по крайней мере, это еще пока не знаю, вот это реально очень захватывающая городской фэнтези, не без вопросов, они подробнее в прочитанном. Ну и вторую часть, думаю, что в скором времени тоже почитаю, она не сильно, опять же, большая. Возможно, даже успею до выпуска прочитанного и ее тоже осилить, так что ожидайте. Третью часть я слышала обещают в мае, вроде как, и серия обещает быть немаленькой, даже пять или шесть книг, вроде как. Так, автор здесь Виктор Дашкевич, я знаю, что это псевдоним, и я слышала такие теории, кто бы мог скрываться под этим псевдонимом у автора. Я по этому поводу, скажем так, предполагаю конкретную теорию, даже, можно сказать, подтвержденную какими-то фактами, но я как вижу, что автор не стремится свое инкогнито раскрывать, поэтому как бы я тоже не буду. Все-таки это личное дело. В любом случае, книги любопытные, мир любопытный. Многие считают, даже доступы мои коллеги-блогеры, но и друзья вне блогинга. Оксанка, привет большой тебе. Так, что, как говорится, прочитаю, друзья, расскажу обязательно. И, наверное, самая тяжелая, габаритная и дорогая книга в этой подборке, которую я заказывала еще в марте. Это The Running Grave или Бегущая могила, седьмая часть из цикла о корморанной страйке Гелбрейта. Седьмая часть, ну надо же! И, между прочим, первая выходила в тринадцатом году, стало быть, десять лет назад. Именно эта часть у меня на канале утонула в овациях зрителей и на бусте. Опять же, в комментариях на канале многие ее захвалили. Ни одного плохого отзыва о ней не слышала вообще. Для многих эта книга стала даже лучшей книгой во всей серии о корморанной страйке. И я, конечно, немножко прям воодушевлена по этому поводу. В этой части Робин Элокотт и Корморан Страйк будут изовлечать некие секты. Будут спасать парня Уилла, который попал, опять же, в лапы такого опасного религиозного культа. Робин внедряется в секту, но это приводит к очень и очень ужасным последствиям. Я вас лика поною. Если можно, я не могу в себе избавиться от затыка, чтобы уже серьезно начать читать шестую часть. До сих пор не могу. Я в ней прочитала первую главу, даже сносно ее помню, но это было так непросто. Мне казалось, что в книге такой какой-то прям повышенный эдванс лог. Я за своим Б1 слегка прям взгрустнула. Многие мои знакомые уже эту книгу прочли, и всем она понравилась. И я сижу такая, вот, трусишка-зайка серенький, не могу никак ее начать. Я просто понимаю, что это превратится, блин, не в чтение, в чтение романа, а просто под попытку грызущего перевода. Ну, то есть, как бы, я ее переведу, просто упорно, постепенно разгрызая каждую главу. Но при этом, будет ли это чтением, получу ли я удовольствие от такого чтения. И, как бы, я долго для себя решала, как мне быть, в принципе, с чтением конкретно вот шестой и седьмой части. В целом, я могу-то бросить, как бы, эту книгу и читать любительский перевод, как бы, кто осудит вообще. Но при этом не хотелось бы, чтобы обе книги лежали нетронутыми артефактами на книжных полках. И я бы подумала, что есть смысл сделать так, например, читать по главе любительского перевода, а потом эту же главу пробегать глазами на английском языке. Думаю, что в таком ключе, скорее всего, мне будет проще, как будто бы я уже знаю сюжет, просто для себя закрепляю все слова новые. Пока что для меня это сложно. Роулинг в Гарри Поттере и роулинг в Страйке — это совершенно разный язык, реально. Допускаю я и такое, что я, возможно, просто нагоняю на себя страх, и что книги не так сложны в причтении, как я для себя это решила и так думаю. Вот. Так что, друзья, пожелайте мне высотим удачей. В этом году я, по крайней мере, хотела бы слегка продвинуться в чтении и шестой части, и седьмой части. Как говорится, били бы готов на приключения. Да, это страшно. Да, я не смогу, но я, по крайней мере, попробую. Как-то вот так. Ну, по крайней мере, после таких отзывов, ну, как можно сюда не идти, я не знаю. У меня уже уверенный Б1, и прям-таки уже зарюсь на Б2. Осталось, как грамматику слегка подтянуть, и будет совсем хорошо. Но эти книги как будто бы написаны на С2 для меня. Ладно, друзья. И тем не менее, да, уже вышла седьмая часть, возможно, уже даже есть любительский ее перевод в сети. Такого дела даже не исключаю. По поводу издания, да, книги огромные, они в мягкой обложке, они очень здорово раскрываются, лежат в руке. И я, по первости, когда приобрела себе книга Fairy Tail и шестую часть Rolling, подумала, что, блин, а почему они такие огромные? Оказалось, мне зрители пояснили, что первые выпуски книг, самые первые, они как раз-таки вот такого большого формата. Уже вот через год, скорее всего, будет книга в нормальном небольшом формате, когда, допустим, я Кинга собираю. Вот. Так что, кто успел, тот съел огромный кирпич. Как-то так. Ну, что же, а теперь подарки от друзей. И на самом-то деле, просто настолько разномастная компания, просто прекрасно. От Юли Буксаралми ко мне приехал наш прекрасный Бром и его Роза Дьявола. Да, у меня этой книги еще не было в коллекции, вы все правильно поняли. Я Брома считаю для себя лично автопокупаемым автором. Для меня это автор, который меня хоть сколько-нибудь, но все равно книги порадует. Не везде не нравятся у него концовки, но в целом автора считают большим удовольствием. Эту книгу собиралась покупать, потом она пропала из продажи, я подумала, ну, как бы, ладно, собиралась снова купить, ее снова раскупили. И в итоге, спустя пять лет после ее выхода, мы с ней встретились. Как вы понимаете, для Брома это не формат. Увы, не могу ее сравнить с вырывашкой, она осталась у меня дома. Но я помню точно, что в книжном свое время, когда я еще эту книгу не собиралась покупать, я видела, что они все разные по объему, по размеру. У меня это бесит. Ну, как бы, ладно, это проблемы нервных перфекционистов, ага. О чем же история здесь? Когда я аннотацию почитала, подумала, Аня, какого хрена мы с тобой ее до сих пор не прочитали? Это же суперинтересно. Это как будто бы вот скрестили Мэтт Макс и Константина. Реально. Главный герой колл-магии, некогда гордый техасский рейнджер, теперь охотится на беглые души из ада на границах живых и мертвых. И вот из самых глубин преисподней сбегают опасные души, и ад даже заявляет, что кто их поймает, кто их вернет, тому все грехи отпустят. И главный герой врывается в это приключение. Вот только как бы вопрос, кто с адом так-то заключает сделки? Ну, камон, как бы ничем хорошим это не кончится явно. Но вообще аннотации просто шик, блеск, пушка, супер класс. Ну, реально очень круто звучит. Более того, эта книга, как в принципе и врывашка, она классно оформлена авторскими, авторскими иллюстрациями. Брома прежде всего знает, потому что он художник, и также он иллюстрирует свои книги. И как раз таки в этой книге полно его иллюстраций, и на форсцах, и внутри тоже. Мне очень нравится стиль Брома, и в рисунках, опять же, и в тексте. Он у него очень колоритный, сочный, яркий, как будто бы даже хардкорный какой-то, вот прям рок-н-рольный, очень крутой. Я даже в какой-то момент его сравнивала нечто среднее между Гейманом и Кингом, и все-таки для меня у Брома есть какая-то своя изюмина в текстах. Прежде всего, опять же, он художник, и каждая его картина, она супер яркая и насыщенная, как будто бы ты кино смотришь. Словом, здорово, что книга мне попалась в руки. Опять же, жду каждую новую книгу от автора, и стоило бы ее, опять же, положить на мою полку ближайшего чтения. Все-таки книга совсем коротенькая. Да-да, новогодние обещания, ну и так далее. Дальше был подарок от Света, редактора или жизни, и эта книга вот для меня была вот прям явным котом в мешке, устойчивость к ежедневному писательству, вдохновение для писателя на 365 дней. Я смотрю такая на нее и думаю, блин, я же ее впервые вижу, а вдруг ее уже рекомендовала Света, а я прошляпила ее обзор, как неловко и так далее. В итоге, да, это кот в мешке. Просто книга шла дополнением к подарку другому, который я показывала на Бусти. На канале показывать не буду, как бы секретная информация. Книга вроде как обещает нам настроить привычку, и даже если не ее, то какую-то устойчивость к ежедневной рутине писателя. И мне нравится слово устойчивость в названии, потому что от него веет каким-то скиллом в организации. Ну типа ты просто переступаешь через разочарование, самокопание, лень, ну и так далее. И вот вопрос. Из 365 советов, сколько из них будут прикладными? А сколько? Настройтесь на солнечный свет и впитывайте его вместе с вдохновением, ну и так далее. Если это кому-то помогает, это здорово. Я же больше сторонник именно какой-то рутинной работы, ремесленнической, скажем так. Вообще, даже в аннотации книга обещает помочь, навести на новые идеи, заставить ту самую главу, наконец-то сдвинуться с места, сосредоточиться на работе, когда это необходимо. Дима. Автор для меня незнакомый, опять же, я о нём вообще ничего не слышала, и больше всего меня поразила оценка на лайфлипе, когда я её увидела, аж икнула. 2,9 из 5. На гудрится она слегка повыше, там 4,2 кажется. Но так как по справедливости ради оценок мало, кому-то она совершенно не понравилась, видимо, при первом прочтении так низко оценили. Прочитаю, расскажу, посмотрим, сколько она окажется полезна. В любом случае, это любопытный опыт книгу прочитать. Поэтому, Света, не парься за это в принципе, что книге маленькая оценка. Может, даже я её подыму, а может быть и утрамбую, кто знает. Ещё один очень приятный подарок от Светы — это «Королёк, птичка певчая». Книга весьма популярная, которую читали буквально все, кроме меня. Я помню, когда я заходила на Лайфлип, Кашуса в 2014 году, эта книга мелькала буквально во всяких рекомендациях в играх и в открытой книге, новогоднем флэшмобе, в ТТТ, трижды три темы и так далее, все её рекомендовали, так или иначе. У меня эта книга почему-то, я не знаю, по какой причине, но как будто бы подсознательно я ставлю её в один ряд вместе с Дженеир, вместе с «Унесёнными ветром» и «Поющими в Терновнике». Я понимаю, что книги абсолютно разные — австралийская литература, английская литература, американская литература, турецкая литература. И, тем не менее, «Королёк» — это турецкая литература, литература про любовь и предательство, где главная героиня красавица узнает о том, что её жених ей изменял, и она уходит гордо из дома и вторгается в всевозможные злоключения. Попросила я эту книгу именно в мягкой обложке, потому что не уверена, а промёт ли она меня сейчас. А понравится она мне настолько сильно, так могла бы понравиться, скажем, лет в 25, в 20 даже. Поглядим. Друзья, кто из вас её читал, смело делитесь в комментариях вашими эмоциями. Есть ли смысл эту книгу брать на какие-то живые чтения или нет? Там нечего такого обсуждать. Смело пишите. Света дарила мне ещё две книги, о них я вам, в принципе, не расскажу, потому что, опять же, секрет фирмы. Я их показывала, кажется, на Boosty обе книги. Просто они обе прикладные, обе нонфикшн, поэтому я не думаю, что это будет особо интересно большинству ребят. Дальше был подарок от Даши Келлер, и одну из книг я уже вам показывала в своих годовых планах, вот прям сразу поместила, чтобы долго книга у меня не залёживалась и не мариновалась на пол, как это была книга «Необычайно умные создания». Мне дико нравится, как она оформлена, даже делала не в блёстках, а вот именно в этом шикарном индиго-переливе. Прям, ну, просто потрясающе, обожаю. На эту книгу, между прочим, я уже собрала целый букет разномазных отзывов, причём, что мне особенно нравится, когда их прям пополам положительных, и книга скучна, не трать время. Обожаю такое, обычно это меня прям всегда мотивирует книгу прочитать. Когда большинству ребят нравится книга, я ж такая, ну, может быть, как-нибудь потом, когда вот прям пополам мнение, это любопытно. Здесь в центре сюжета у нас осьминог, живущий в аквариуме, и одна из уборщиц с ним общается, одинокая, с большой драмой в жизни и непростой судьбой. Я уже узнала из отзыва, что на самом деле вот такого интересного осьминога, как, по крайней мере, его аннотации рисуют, что он и философ, и циник, и с юмором ироничным, что его будет маловато в книге. Я ж такая, ну, ну что ж. Вроде как книга обещает нам байки про жизнь, про важные ценности в жизни, про семью, дружбу, взаимопонимание и так далее. Я, в целом, от нее этого и жду, никакого вот прям вот этого поворота точно не жду. По крайней мере, я рассчитываю здесь на нечто легкое и жизнеутверждающее. Вот было бы здорово. Дальше Даша подарила мне книгу из моего вещлиста. Это Джек Лондон и его «Морской волк». И самый интерес в том, что подарок был оформлен в одном стиле, таком пиратском морском. Я получила просто тонну удовольствия, еще и от того, что две книги сочетаются вместе по тематике. Боже, это просто потрясающе. Джек Лондон, «Морской волк». Я традиционно на канале говорю о том, что Джек Лондон потрясающий автор, мне он дико нравится, но при этом я у него читала всего лишь две книги. Так-то это «Белый клык» и «Мартин Иден». И все, пока. Пока я к видео готовилась, и старалась на спойлеры по этой книге не нарваться, что у книги больше десяти экранизаций, что она реально популярна, и что очень многие ее любят, и опять же, многие ее на Ла Фибе читали. Так что как-то даже мне неловко, что я мимо нее в свое время проходила. Я книги знаю лишь то, что это остросюжетное приключение, и в центре событий противостояние двух ярких характеров, волевых, сильных, мощных, но при этом с какими-то, видимо, ценностями, идущими в разнобой. Я не знаю. Вот. Но это на самом деле подкупает книги. Почему мимо проходило столько лет, даже не представляю. Друзья, кто уже эту книгу читал, по-моему, смело об ней делитесь в комментариях. А вообще, в этом сезоне у меня целый улов Джека Лондона. Я уж не знаю, сговаривали ли Даша с Настей или нет. Даша подарила мне Джека Лондона «Морской волк», Настя подарила мне все северные романы автора. Круто. Так что теперь у меня вот целый набор Джека Лондона есть. Кстати, маленькая хохма с изданиями в том, что «Морской волк», он на сто страниц меньше, чем «Любовь к жизни». Ну, то есть, да, эта книга меньше, чем вот эта. Поэтому имейте в виду, что в издании эксклюзивной классики очень сильно бумага на нынче разнится. Вот. Может быть, совсем пухлой, поэтому книга окажется вот прям реально огромной, хотя по факту это не так. Настя подарила мне две книги. Это «Любовь к жизни», это сборник рассказов о Крайнем Севере и «Смокбейли». Здесь целый цикл и «Смокбейли», и «Смок и малыш». «Любовь к жизни» — это, опять же, остросюжетные рассказы о Крайнем Севере, «Смокбейли» — это цикл. Причем по аннотации я знаю, что это цикл про некого аристократа, который бросает все свои блага и удобства и отправляется на приключения на Крайний Север. Для меня фраза «выходить из аристократов» «отправляется на приключения» звучит очень прикольно на самом деле. И многие ее любят. У книги высочайшие оценки и на Лайфлибе, и на Фантлабе. Прям даже как-то вот неловко, что я мимо нее проходила столько лет, при этом как бы любя творчество Лондона. Удивительно. Отдельно вам скажу, что в сборнике «Любовь к жизни» аж целых три таких условных сборника. Это «Любовь к жизни», это «Сын Волка» и «Бог его отцов». Вот, рассказов здесь много. И, друзья, у меня к вам большой и важный вопрос. Что ж теперь брать в первую очередь у автора? «Смог Бэлью», «Морской Волк» или «Рассказы»? Вот что стоит того, чтобы бросить буквально все, что я сейчас читаю, и взяться именно за эту книгу? Или роман, или рассказы? Смело, пожалуйста, пишите в комментариях. Дальше Настя пополнила мою коллекцию «Эсклюзивные классики», книга, которая стала буквально долгожителем в моем виш-листе. Я даже про нее забыла в свое время. Это «Призрак оперы Гастана Леру». Я книги знаю к своему стыду лишь опосредованно. У меня есть, во-первых, аранжировка «Найтвиш», конкретно именно «Призрака оперы», самой оперы, и также я слышала еще и кавер Ника Питера, мне он очень нравится в свое время, где Ник Питера отыгрывал партии и за Кристину, и за Рауля, и за «Призрака оперы». Ну, то есть, я представляю, что здесь, скорее всего, будет своего рода такой любовный треугольник, но при этом сюжет толком не знаю. Странные события происходят в Парижском оперном театре. То пропажа денег, то исчезновение певицы, несчастные случаи с летальным исходом, сочетание мистики, приключения и романтики. Романтика, конечно, в странных убийствах, это да, это по-нашему, но я примерно понимаю, что здесь, опять же, будет именно вот любовный треугольник, страсти, ну и так далее. Книга, я знаю, что она считается чуть ли не образцом готической литературы, и что у нас страсть как бы популярна, у нее много экранизаций, так что я подожду ваши впечатления о книгах и комментариях, кому эта книга страсть как нравится, кому она вообще не зашла, и так же подожду ваши рекомендации именно экранизаций к ней, особенно классной. Дальше Настя подарила мне целый сет Болучева взрослого для взрослых мальчиков и девочек и для просто мальчиков и девочек. Во-первых, издание Азбуки Фандастика, которым, в принципе, и собираю у Болучева, это сборник повестей. Похищение чародеев, жраль в руках и город наверху. Вот, казалось бы, нужно было мне сразу после поселка кидаться автора читать, а я как будто бы медлю, и я предполагаю, потому что я боюсь, что ни одна книга автора, они будут у него наверняка хорошие, но ни одна из них мне не вытянут эмоции поселка, скорее всего. Возможно, я самую лучшую книгу автора прочитала сразу же. Так бывает, увы. Похищение чародея — очень популярная повесть, многими любимая, экранизирована, и я о ней лишь знаю только завязку. Сама пока что не читала. Здесь группа ученых из будущего пользуют машиной времени, ищут прошлых гениев, и пытаются их также забрать в будущее. Как это могло бы повлиять на пространственно-временной континиум? Это отдельный вопрос, конечно. Про журавля в руках я мало что знаю, а про город наверху я слышала, что это вроде как постапокалипсис, что там люди живут после ядерной катастрофы, под землей, там у них уже определенная система иерархии, и все хотят знать, что же там за город наверху. Вея, знаете, такой вот прям самой базовой постапокалиптической антиутопией. Не знаю, понравится или нет. Вот, так что ознакомлюсь, попробую, потом расскажу вам. А теперь, друзья, интересное примечание о том, что я в детстве не считала, увы, Алицу Селезневу. Я о девочке земли не знаю вообще ничего в свои 32 годика, как-то так. И Настя вот решила мне это дело исправить немного. Я вот на это издание давненько положила глаз, когда увидела его у Кати, тут у него рассказать, оказывала, кажется, старика Хатабыча, и мне оно страсть понравилось, и я подумала, вау, как вот нынче круто оформляют книги для детей. Покажу вам другие книги этого издания, вот они, боже, мне так это зашло, это так лаконично, при этом ярко и насыщенно, и как будто бы серия выделяется этими ромбами классными, круто. Но, тем не менее, увы, истории про девочку земли прошли мимо меня свое время, поэтому я, скорее всего, могу понять чувства тех людей, мимо которых прошел Гарри Поттер в нынешнее время, что все о нем говорят, а ты вообще не в курсе. По поводу издания, повторюсь, это очень и очень здорово оформлена. Серия называется «Любимая история мальчишек и девчонок». В книге весьма плотная бумага, крупный приятный шрифт и обилие иллюстраций. В подарок для ребенка просто класс. Анечка, 32 годика, очень даже довольна. И, ребят, последняя книга на сегодня, это уже для более взрослых мальчиков и девочек, книга называется «Ноука за кадром» «Интерстеллар». Книга написана исполнительным продюсером и научным консультантом фильма «Интерстеллар». И если вы на канале недавно, то я, как говорится, huge fan, большущий поклонник этого фильма. Я дико его люблю. Поэтому для меня это такой особо приятный книжный артефакт к фильму. Это научпо про черные дыры, про червоточные, про гравитационные аномалии. Словом, это астрофизика для взрослых мальчиков и девочек, которые увлекаются этой темой. То есть для меня. Книга позиционируется в целом для тех, кто увлекается астрофизикой и хочет перейти на уровень уже адванс, тем, кто увлекается, как вообще устроена наша вселенная и у кого остались вопросы после фильма. Здесь все объясняется. Книга, опять же, обильная, между прочим, на мое удивление, иллюстрирована. В ней много текста и очень хорошая плотная глянцевая бумага. Единственное, что она, очевидно, негабаритная, поэтому под нее нужна особенная книжная полка. Такого классного научного мерча, скажем так, по фильму. Надеюсь, что никто на это слово не оскорбится, не дай бог. У меня такого еще не было. Но, друзья, это мне совершенно не на ближайшее чтение, само собой, тем более, что такие вещи я внахлёст не смогу прочитать вот таким вот быстрым темпом. Это вот на будущее, главное, что у меня, в принципе, есть коллекции. И, между прочим, у нее весьма высокие оценки и на фантлабе, и на лайфлибе. Удивительно. Просто, когда выходит книга благодаря какой-то экранизации, чаще всего все ходит вокруг да около темы и больше фильм восхваляют. Здесь же явно углубленная научная работа на тему гравитации, вселенной, черных дыр и не только. Круто! Очень здорово! Настя, за подарок огромное спасибо! Фух! В принципе, друзья, все, какой же шикарный улов! Ну, скажите, я просто в полном восторге! И, кстати, если вы пропустили мой третий влогмас на канале, то там у меня еще часть декабрьских книжных покупок. Так что, кто-то пропустил, ссылочку оставляю. Я пока что не знаю, когда мы увидимся именно в еще одной рубрике книжные покупки, подарки, новинки, ну и так далее. Просто пока что у меня нет запала покупать книги в промышленных масштабах. Вроде как, даже особо нет. В любом случае, рубрика у меня не упраздняется, на канале она остается, просто, опять же, не на ближайшее время. В принципе, друзья, все. С вами была Аня Кобычин. Скоро мы уже увидимся обязательно. Все, ребят, всем пока и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok